Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Кажется, весна еще только началась, а уже пора вести борьбу с различными вредителями. И сегодня я хочу поделиться своим опытом борьбы с муравьями. Муравьи приходят на участки, строят свои муравейники, повреждают наши газоны, цветники и грядки с растениями. Избавиться от них крайне сложно. У меня земли очень много, около гектара, и поэтому применять химию очень накладно. Я ищу и применяю различные способы борьбы с вредителями, которые не требуют применения денежных средств. Для борьбы с муравьями я использую красный молотый перец. Перец я выращиваю сам, а затем произвожу помол. Измельчаю перец в обычной кофемолке. Однако нужно учесть, что измельчить перец не так уж и просто. Едкая пыль может попадать в глаза и дыхательные пути. Поэтому перед помолом нужно подготовиться. Одеть специальные защитные очки, респиратор или марлевую повязку. Применять молотый перец очень легко. Им можно посыпать прямо муравейники или рассыпать на грядках в междурядиях или по периметру грядок. А еще из перца можно приготовить специальный настой для борьбы с вредителями, которым обрабатывают различные растения. А также можно поливать на муравейники. Кстати, такой настой эффективен не только от муравьев, но и от тли, гусениц и других вредителей. Для приготовления отвара понадобится 50 грамм молотого перца и 1 литр воды. Перец нужно засыпать в воду и прокипятить примерно полчаса. Затем дать настою настояться около суток и готовый раствор разбавить в воде в соотношении 1 литр готового настоя на 10 литров воды. Затем полученным раствором можно обрабатывать различные овощные культуры, кустарники, декоративные культуры. Не стоит беспокоиться, что это повлияет на вкус ягод или плодов. Перец быстро смоется дождями. Нужно отметить, что во время обработки не следует выпускать на участок домашних животных и держать детей также лучше в доме. Во время обработки также нужно применять и различные средства защиты. Это защитные очки и респиратор, чтобы раствор не попал в глаза и дыхательные пути. В остальном раствор никак не вредит экологии и людям. Второй способ, которым я хочу поделиться, самый интересный. Для борьбы с вредителями, с муравьями я использую фенхель. Давным-давно я посеял фенхель на грядку и заметил, что на этой грядке нет муравьев. Оказывается, фенхель отпугивает данных вредителей. Можно применять траву фенхеля, делать специальный отвар, либо использовать специальное эфирное масло, которое продается в аптеках. Если готовить отвар, то понадобится 200 грамм сухих зонтиков фенхеля, либо 2 столовые ложки сухих семян фенхеля на 1 литр воды. Готовым отваром можно сбрызгивать различные растения. Но лучше и разумнее использовать масло фенхеля. Оно продается в аптеках и стоит весьма недорого. Для этого понадобится вот такой пузырек масла. На литр расход 4 капли. То есть на 10 литров нам понадобится 40 капель эфирного масла. Такой запах муравьи не выносят и уходят с грядок прочь. Данные способы борьбы не требуют больших денежных затрат. Они экологичны и доступны каждому. Попробуйте использовать у себя их на участке, и вы увидите, что вредителей станет меньше. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!